Всем приветики! Как у вас делишки? У меня все нормально, нормально, нереально. Ладно, давайте ближе к делу. Смотрите, что у нас сейчас будет с вами. Я уже, кстати, пообедал. Мне, как говорится, приятного аппетита еще раз, потому что мы сейчас с вами будем опять лопать. Бэби! Все, погнали, смотрите. Видите? Оба! Это не какой-то магазинный хрень-арбуз. Это дагестанский охреневающий срынка. Леу, бэби! Поэтому будем смотреть. Паутинки, все как всегда. Он сказал, что не пожалеешь, все отлично. Здесь желтое, этот, эти паутинки, эти паутинки, здесь паутинки, там паутинки. Короче, как говорится, будем резать, правильно? Будем смотреть, что из этого получится. Поэтому давайте забабахаем сразу. Как говорится, распаковка. Чек! В прямом эфире. Но даже по виду видно, что он совсем другой. Смотрите, мы сейчас с вами посмотрим. Давайте сразу кусочек надо мне вот этот. От вот этой. От шляпки. Ну, совсем другое дело. Даже, прикиньте, вот эта шляпка, она реально сладкая. Так. Теперь нам надо вот это, да, отрезать, да, получается. Так. Блин, я мало взял. Там что-то белое. Блин. Так неудобно сидя резать. Нормально. Воу, Вася. А вот это, видели, шляпка какая-то уже не очень зеленая. Ладно. Как говорится, ну и ешки сниматрешки. Скатерть мы с вами поправили. Так. Теперь самое важное. Сейчас мы, короче, его делаем стоя и режем его, Вася, пополам. Смотрите. И сейчас будет чпунь. До конца мы не разрезаем. Все, чтобы было красиво. Опа. You, baby. You, ha-ha. Tomato, baby. Меня не видно, да? Да здесь я никуда не ушел. Чего вы волнуетесь? Так, сейчас. Так, до конца, да, не разрезаем. Вот так вот. Так. Что у нас получается? Внимание! Говорит Германия! Так, смотрите. Я даже вот так его разверну. Так, погнали. Ёшки-матрешки. Блин, вот это, блин, я понимаю. Ну, сами видели, да? Я как бы не буду врать. Не буду, как говорится, приукрашивать, говорить. Что арбуз бомба, а на самом деле не бомба. Я всегда говорю, как есть. Вот если арбуз говнище, значит, я говорю, говнище. Я абсолютно без разницы, где его купил. Если бы сейчас был бы говнище, я бы сказал, говнище. Потому что, как говорится, я открытый, я честный человек. Вот смотрите сами. Так, сейчас. Так. Это мы ножик сюда. Это сюда. Смотрите, это мы сейчас раздвинем. Так. Вот вот эта половинка. Видели? Вроде ничего такой. Пахнет прямо арбузом. Что-то он не стоит. Блин, надо его... А у меня нет места. А вот это, прикиньте, вообще без косточек. Смотрите, какой получился. Видели? Вон он. Вообще, да, с ума сойти. Вот этот, который без косточек, мы его оставим, как говорится, на вечер. Чтобы ночка была интересной. А это... Так, я тогда сейчас все уберу быстренько. И я к вам вернусь. Так, ну что, я вернулся? Давайте пробовать. Мне кажется, что он охреневается даже... Даже по аромату. Сейчас, короче, будем смотреть. Отличаются ли магазины от рыночного? Или вообще ничем не отличается? Мне показалось, что он немножко прям... Именно почему-то внизу немножко переспелый. Но... Так-то по виду, мне кажется. Так, вот это мы сейчас будем с вами... Вот эту корочку мы убираем. Так, смотрите. Как говорится, первый кусок, он самый важный. Самый тестовый. Сейчас мы будем смотреть. Прямо настроение поднялось. Ммм. Ммм. Вот это арбуз. Бомба. Реально сладкий. Давайте теперь вот с этого кусочка. Это другой кусок, короче, получается. Смотрите, какой. Блин, капец. Вот такой арбуз есть прям в удовольствие. Это не магазинная хрень. Ассортимент очень сильно отличается, как многие там... Один мне там пишут. Я, говорит, в магазине видел, говорит, персики. Что-то они мне не понравились. Они были не очень вида. Но я, ясен пеньши, они не очень вида. Ты в магазине смотрел. Кто в магазине покупает фрукты? Для этого существуют рынки, где качество продуктов очень сильно отличается от магазинных. В магазины везут уже тот товар, который, грубо говоря, не берет рынок. Ну, допустим, если для рынка выбирается самый топовый, там, киви, да? Здоровые, мощные, красивые. Как говорится, калибрные. То магазины уже отсылаются те, которые уже все. Допустим, недоспели. Или переспели. Или формой, как говорится, не удались. Либо еще какая-то хрень. И, соответственно, там цена. Должна, по сути, цена быть очень минимальной. Но цена, на самом деле, такая же высокая, как и на рынке. А бывает на рынке еще и выше, чем в магазине. Но это, по сути, логично. Но арбуз реально бомба. Я прям очень сильно им доволен. Потому что после того магазина у меня остались такие впечатления. Не очень. Вкусовые прям рецепторы так забились. Я переживал, что я вообще больше нормальный арбуз не поем. О, вообще капец. Многие мне говорят. Кто-то мне пишет и пишет. Надоели. Многие мне говорят. Ты что, с ума сошел столько арбуз есть? Нельзя столько есть. Арбуз можно есть сколько вы хотите. Это просто чисто вода. Есть у вас возможность сожрать целый арбуз. Ешьте с удовольствием. Пока есть возможность, тем более лето. Прочешайте почки. Чтобы почки у вас работали, как часы. И вы будете самым счастливым человеком на планете. Прикиньте, я вам расскажу, что. Это мы все о еде, о еде. Я потренил. Пришел. Сегодня у меня были ноги. Тренька удалась. Я безумно счастлив этому. Вам записал видосики. С арбузиком. Видос смешные получились. Поэтому ждите. Видосы обязательно выставлю. Как говорится, тренинг с арбузом в домашних условиях. Вы просили. Я сделал. Поэтому скоро, естественно, все выложу. Как говорится, наберитесь немножко терпения. Дамы и господа. Что у нас сегодня по плану? Погода замечательная. Все космос. Как говорится, вот что я люблю. Наконец-то теплая погода. Я, кстати, посмотрел по этому. По прогнозу, вроде бы, если, естественно, нас никто не обманывает. И на следующей неделе погода будет плюс 27, плюс 28. Господи, прям как будто погода, мне сказала, энергия на тебе. Просто кайфуй. Просто наслаждайся. Спасибо огромная погода, что ты меня услышала. Вот это мой климат. Мне надо вообще куда-то уехать. В страну обезьян. Я бы с ними просто чисто кайфовал бы. Прикинь бы, я бы бегал бы с гориллами, там бананы добывал бы. Нет. Понятно, что они у меня и быстрее, и сильнее, и выносливее. Но я бы к ним тянулся бы. Потому что, как говорят, если ты хочешь стать сильным, тренируйтесь только с тем, кто сильнее тебя, а не кто слабее. Потому что, если вы будете тренировать, кто слабее, тогда вы не будете прогрессировать. Тот человек, который слабее будет прогрессировать, а вы спуститесь на его уровень. А может быть, еще и ниже. Поэтому нужно выбирать себе, как говорится, смелых и сильных соперников. Чтобы прямо разорвать. Делишки, как всегда, у меня охреневающие. Настроение Космепумбовское. Хорошо, кстати, я рад безумно тому, что я не взял Краснодарский арбуз. Не знаю почему. У меня, как говорится, чуйка никогда не подводит. Вот я посмотрел на Краснодарский. Бам-бам, постучал, что-то походил. Посмотрел на них. Думал, ну что-то не то, что-то мне не понравилось. Я же всегда чувствую и слушаю только свое сердце. Как говорится, оно вас никогда не обманет. Вас можно обмануть Вася с соседнего этажа, но не ваше сердце. Поэтому делайте акцент на себе. И никогда никого не слушайте. Ну и, конечно, у вас голова на месте. Как песни поется. Как это забыл. Голова, чтобы думать, ноги, чтобы ходить. Никто не в силах меня остановить. Вот как бы. Все то же самое. Блин, реально. Арбуз реально просто разорви себе ухо. Реально охреневающе. Уже без разницы, какой-то сорт, что там. Самое главное, что он вкусный, спелый и очень сладкий. Ой, просто кайф. Это то, что я ждал. На самом деле, те люди, которые едят сахар, у них же рецепторы все забиты. Поэтому, они при виде арбуза, вообще просто при поедании, они не чувствуют эту сладость, потому что они не понимают. У них же рецепторы все забиты. И они такие, типа, ну не сладкие, ну типа, так себе, было и слаще. Поскольку я сахар не использую, рецепторы все очищены, всегда. Для меня он прям безумно сладкий. Он реально охреневающий. Кто бы мог подумать, что я такой выберу. Видели? Как говорится, лайфхак это энергия. Все-таки умею выбирать. Я там походил, постучал, посмотрел эти бачки, паутинки и тому подобное. Хотя, кстати, в том году я тоже смотрел паутинки. Мне кажется, что все это хрень. Вот если партия арбузов завезена, охреневающая, иначе они все бурклассные. Если завезена какая-то муть, то там стучи, не стучи, как говорится, погода никакой не сделает. Мне чисто повезло. Я очень рад. Смотрите, что мы сейчас с вами будем делать. Я доел кусок. Многие спросят у меня, а где чай? Чай обязательно будет, но чуть побольше. Вы видите, я пока арбуз ем. Смотрите. Мне нужно чуть-чуть подвинуть. Видели? Вот этот волчок. Я его специально оставил. Почему? Потому что мне бабушка всегда разрешает есть его первым. Она никогда никому его не давала. Она говорила только моему любимому внучку. Я с ним полностью согласен. Потому что мне должно быть все самое лучшее. Потому что я самый лучший на планете. Я же такой один. Вы прикиньте, я вообще один на таком свете. Вот вы смотрите мои видосы, да? Думаете, а какой там ненормальный. Смотрите, ешки-матрешки. Блин, капец. Она просто как акула, да? Реально. Капец, я уже весь теку. Реально, блин, дед. Смотрите. Капец. Просто ядерно сладкий. С ума сойти. И вы заметили, вы слышите хруст. Магазины, вы помните магазины? Я снимал видосы. Я его просто ел как сладкую вату. Он не то, что не хрустел, он просто был чисто как персик. Это послушайте, просто вслушайтесь. Ну, это реально безумие. Конечно, он не прям сказать, что такой сладкий, что аж башню сносит. Но сладкий. Я просто ел тот, который вообще, он как в Крыму. Там реально был просто безумный мед. С теми, конечно, не сравнится. Ну, мне же есть чем сравнивать. Если сравнивать с магазином, этот просто вышка. Если сравнивать с крымским, он не дотягивает до вышки далеко. Тоже вкусный. Самое главное, что без нитратов. Нет никаких вот этих полос. Вот таких вот этих волок, вот этих непонятных, вот этих паутинок. Толстых, здоровых. Как было магазином. Я видосы снимаю, можете пролистать, посмотреть. Там какие прям такие здоровые были волокна. Такие, как червяки, короче, желтые. Естественно, я их все обрезал. Но это бомба. Вы, кстати, прикиньте, вот вы смотрите видосы. Половина меня ненавидит. Другая половина меня оскорбляет. Ну, вы представляете, что я один такой на всей планете. Прикиньте. Вообще просто такой человек. С таким голосом, с такой внешкой. Просто не найти. Я один, как говорится, на всю планету. Поэтому вы должны от меня кайфовать. А вы прикиньте, вот так вот, расстройся, не буду видосы снимать. И некого будет не обсирать, ничего. Что тогда вы будете делать? Чем будут хейтеры тогда заниматься? Я даже себе представить не могу. Нет, ну. Найдут себе другого какого-то. Но, как говорится, вся активность хейтерская у меня-то, понимаете, в ютубе. А не у других. Поэтому, как вот один поначалу писал мне там что-то, ему шторы не нравились. Я маме вчера говорю, Ягума, ты прикинь, я говорю, какой-то бедолага, я говорю, написал, я говорю, что шторы у тебя говнище. Она говорит, кто? Я говорю, ну там какой-то ник. Я говорю, что? Я говорю, уже с фейка сидит. Она говорит, дай мне его номер телефона, говорит. Я говорю, мама, он с фейка сидит. Я говорю, я не знаю. Она говорит, напиши ему, пусть мне перезвонит. Но он что-то перестал отвечать. Ну, конечно, заднюю дал, естественно. Он же не знает мою мать. Ну, вот. Я говорю, мам, прикинь, сказала, шторы говнища. Она говорит, а он знает, сколько они стоят? Я говорю, конечно, нет. Если бы он знал, он бы не стал писать такую чушь. Она говорит, ну, вот и скажи ему, чтобы следил за своими шторами, не за нашими. Потому что мы ему эти не продадим. А потом он написал, что шторы классные. Понимаете? Поначалу люди же все злые. Пишут всякие негативные комментарии. Но в душе каждый из вас, даже самый злой, самый плохой, самый, как говорится, не очень хороший человек, в душе очень добрый красавчик. Ему просто нужно объяснить, показать и научить, что на самом деле не надо нагонять суету на других. Надо ко всему относиться с позитивом и с улыбкой на лице. И тогда все будет чики-бомбони. А потом многие мне тоже писали в комментарии. Как-то тебя давно смотрел, ты прям так бесил нас до безумия. А потом стал попадаться нам в реках. Все чаще, чаще, чаще. Как-то мы раз тебя посмотрели, два, три, четыре, пять. Мы к тебе так привыкли. Что ты мне понравился, я решил на тебя подписаться. Так, собственно, мы с этими людьми и познакомились. И, кстати, оказались очень хорошие люди. Поэтому перед тем, ребят, как вот писать какие-то негативные комментарии. Смотрите. Капец, блин. Ну, я сейчас пойду в учреждение. Все как всегда. Поэтому перед тем, как писать какие-то негативные комментарии, я считаю, вы должны для начала узнать человека немножко поближе. Не сразу делать поспешных выводов о нем. А то вы только увидели человека, знаете, а вы не знаете, и пишите там, он козел. Но с чего ты решил, что он козел? Может, он баран, понимаешь? А ты пишешь козел. Ты же тем самым можешь его оскорбить, а если он обидится. Смотрите. Я думал, будет около корки сладко? Нормально. Поэтому мы с вами прощаемся. Я все как всегда, пока не сожру половину арбуза, не успокоюсь. Всех обнял, всех поднял. Ну, все как всегда. Скоро увидимся. Ждите новые видосы. Субтитры сделал DimaTorzok